Ну а в нашей студии не один гость, а сразу три. Хочу вам их представить. Это Вера Паутова, директор детского дворца юношеского творчества, Михаил Платонов. Здравствуй. И Елена Платонова. Привет. Ну, расскажите, пожалуйста, ты обучаешься на инклюзивном образовании, наверное, да? Вот. И я сначала попрошу вас, Вера Александровна, рассказать, что это такое и сколько деток у нас таким обучается. Ну, так как наше учреждение является самым крупным многопрофильным учреждением, также мы уделяем внимание деткам с инклюзивным образованием. То есть это компелитивно, когда детки занимаются и с обычной, и с какими-то моментами по здоровью. Мишенька у нас занимается уже третий год, и он показал невероятные большие успехи, и он большой молодец, это можно сказать не голословно. Мы сегодня принесли выставки, какие-то его рисунки. Какие-то его художники. Он не только художник, он и музыкант. Да, Миша? Миша у нас любит играть и замечательно преуспевает игре на фортепиано. Миша рисует, он занимается программированием. То есть это настолько разносторонне развитый мальчик. Он молодец, он умничка, он коммуникабельный, он контактивный. И здесь, конечно, большая благодарность маме Елене и педагогам, которые с ним работают. Мы когда готовились на эту встречу, мамочка задала мне вопрос. Она говорит, Александр, о чем будем говорить? Я говорю, наверное, наша сегодня задача показать родителям, что детками такими нужно заниматься, что они большие молодцы, они таланты. Эти таланты нужно развивать, нужно помогать социализироваться в нашей жизни. Миш, какая любимая твоя картина? Ну, моя картина. Вот, да, вот лежат перед тобой, что выделишь? Ну, скажи, все нравится. Ну, Миш, наверное, все любимые, да? Да, вот это самая. Саша мы показали. А можно телезрителям? Да, верно, держи. На самом деле, Михаил, я знаю, что когда он начинал только заниматься, то есть образного вот такого мышления и каких-то картинах их не было. На сегодняшний день Миша уже пишет образами. Есть вот, мы с собой взяли работу, это путешествие елочки по Антарктиде. То есть очень хотелось, да, Миша, чтобы елочка путешествовала по Антарктиде и дарила свою такую радость. Я так понимаю, что вы учите в первую очередь мыслить абстрактно, да? И сколько времени на обучение, ну, в том числе, и сколько времени на обучение приходится уделять за пределами дома и дома непосредственно? Дома, наверное, вообще работа просто не прекращается с ребенком, да? Ну, понимаете, вот такие дети, они не терпят насилия, они не терпят установок, они сами задают темп, они сами задают правила игры, и взрослые играют в их игру. Поэтому у нас работа постоянно, но это работа в радость. То есть она ему нравится, мы всегда все, и мама, и преподаватели, мы все играем в его игру. Елена Викторовна, ну, вот Миша занимается уже три года. Как он изменился, как его жизнь изменилась с началом инклюзивного образования? Ну, изначально мы вообще не думали, что мы будем всем этим заниматься. Мы пришли к психологу, потому что у Мишеньки были проблемы. Проблемы в общении, со сверстниками, проблемы в разговорной речи. И в работе с психологом вдруг он стал раскрываться. То есть вдруг он стал рисовать. Сначала они рисовали с психологом, прорабатывали страхи. Рисовали страхи, потом их рвали. Ему это очень понравилось. И постепенно, постепенно они занимаются лепкой, они конструируют. Но я даже сама не думала, что он будет рисовать. То есть это же развитие не только творческих талантов, да? Но это и работа... Это психологическая, да, еще такая работа? Это всесторонняя, конечно. Если говорим о лепке, это же и моторика. Вот очень хочется все-таки обратиться к родителям, у которых есть такие детки, чтобы они не опускали руки. Чтобы они продолжали вкладывать силы свои и возможности и социализировать таких детей. Потому что Мишенька у нас играет на фортепиано, у него был замечательный педагог. И он до сих пор продолжает музицировать и продолжает до сих пор играть. Очень важно, чтобы родители, педагог, чтобы все вместе объединялись и не опускали руки. Здесь, конечно, Елене большая благодарность. Я восхищаюсь искренне этой мамой, потому что она не уставая, она верит в своего ребенка. Она старается всесторонне его развить. Это большой-большой труд. Куда обращаться родителям, чтобы тоже, допустим, у которых есть детки с проблемами, куда обращаться, чтобы тоже помочь детям таким образом развиваться? В большом масштабе, наверное, не скажу. Я хочу сказать, что в нашем учреждении около 148 детей, которые получают дополнительное образование в данной направленности. В первую очередь сегодня хотелось бы поговорить о внутренней составляющей. Это большой труд. Это сложно, это серьезно, это тяжело. Но сегодня хотелось бы обратиться к таким родителям, показать маму Лену, которая делает огромный труд. И благодаря ее труду у нас продолжаются вот такие есть результаты, такие плоды. То есть в первую очередь нужно набраться сил и терпения, мониторить, смотреть, что можно ребенку предложить. Как можно каждый день что-то новое ему преподнести и рассказать. Труд, конечно, огромный и однозначно оно того стоит. У меня вопрос к маме. Столько картин, Михаила, вы принесли. Мы во время перерыва обязательно посмотрим их повнимательнее. Вопрос следующего характера. Когда выставку ждать? Ну, столько картин, это же надо людям показывать. Ну, я думаю, что выставка уже была бы. Ну, просто вот сложившаяся ситуация с вирусом, с обстановкой. Поэтому, ну, наверное, Вера Александровна знает. Мы пока приняли решение. Мы обязательно сделаем на этой неделе выставку. Мы ее снимем онлайн. Как сейчас замечательно делаются онлайн-трансляции. У нас также будет онлайн-выставка. То есть каждый желающий сможет зайти на наш сайт, на странички наши в соцсетях, посмотреть выставку, прокомментировать ее. Потому что работы действительно интересные. Они яркие, они сочные. Они дарят какую-то радость, какую-то потрясающую жизнь. Поменялась как-то система образования в учреждении в связи с ограничениями, которые приняты? Ну, в любом случае, вы знаете, что приняты и Республикой Крым, и регионам. Приняты большие серьезные меры. Все это обязательно учитывается. И проводятся и беседы, и проводятся и какие-то необходимые нормы и меры, чтобы не уйти вот в какой-то... Обезопасить, чтобы, наверное, в первую очередь... И обезопасить, да, и не паниковать, а просто соблюсти необходимые меры для того, чтобы все у нас было замечательно. Мы продолжаем работать. Я думаю, что родители продолжат заниматься своими детками и дарить им каждый день какую-то новую информацию. Ну, а мы, в свою очередь, конечно же, постараемся и этот каникулярный период также разнообразить различными заданиями, интересными творческими новостями. Мы с Александром выражаем всем вам огромную благодарность за то, что это утро вы встречаете в нашей компании. Ну, а телезрителям напоминаем, что сегодня с нами была Вера Паутова, директор Дворца детского и юношеского творчества, Михаил Платонов, ученик этого самого Дворца. Аплодисменты заслуженные. Даже аплодисменты, правильно. И мама Михаила, юного таланта, Елена Платонова. Ну, а наш эфир продолжается. А можно мне прощание? Давайте. Давайте, конечно. Я бы хотела, пользуясь случаем, сказать, что я очень благодарна всему Дворцу пионеров, Вере Александровне, потому что, вы знаете, вот маму, у которой есть особенные детки, знают, что очень редко ты находишь ответ у людей, а тем более у педагогов. И вы знаете, вот действительно, вот очень хотелось попасть сюда, чтобы сказать, очень мало вот таких людей, как Светлана Михайловна Табулина, как Геда Алекс Зикридович. Это вот педагоги, которые вот вкладывали душу в моего ребенка. Я им так благодарна до слез. Вот это то, что я хотела сказать. Спасибо вам большое. Я уверена, что вы не издесна мамы, которая бы сказала им спасибо. А тем временем мы пока предлагаем вам посмотреть наш следующий сюжет. Он тоже о творчестве.